Буся стоит на довольствии одного из шимкенских бутиков. Числиться управляющим, шутят продавцы, потому что большую часть времени проводит не у себя в террариуме, а на полках с товаром. Из расцветок хамелеон предпочитает зеленые упаковки. Видимо, так ему комфортно. Цвет меняет в зависимости от настроения и защитная реакция его. Буся питается тараканами, сверчками, всякой летающей мелочью и зеленым салатом. Ему всего три месяца, поэтому на день парню хватает двух тараканов и листа салата. Спецкорм можно купить в зоомагазине. Живые специально выращенные насекомые продаются по 25 тенге за штуку. Падаль Буся есть не будет. Во время охоты хамелеоны ориентируются на движение. Нашей съемочной группе удалось запечатлеть редкие кадры охоты хамелеона. Глаза у Буси потрясающие. Во-первых, они вращаются на 360 градусов. Во-вторых, они существуют отдельно друг от друга. И Буся может смотреть одновременно в нескольких направлениях. Когда наблюдаешь за хамелеоном, это обстоятельство даже несколько напрягает. Буся следит за тобой, за каждым твоим движением. Во-вторых, хамелеоны быстро привыкают к рукам, которые его кормят. То есть можно сделать его ручным? Можно, да, привычить. Ну, у каждого хамелеона свой характер. Какой Буся? Есть Буся спокойный, добрый, ласковый. Любит, чтобы его погладили. И умеет обижаться. Не умеет обижаться он еще. Если его не выпускать долго из террариума, хотя бы на час не выпустить, он обижается. Достаточно так отворачивается, даже не смотрит в сторону. Не реагирует. Не хочет идти и шипит. И у них они могут агрессию проявлять тоже. Как это выглядит? Могут шипеть, они раздуваются, он становится плоский. И шипит, может, соответственно, укусить. Но укусить они у них зубов нету. Они не больно кусаются. Через несколько месяцев хамелеон обещает вырасти до 50 сантиметров. Но и во взрослом возрасте он будет не опасен для своих хозяев. Правда, не каждый уже осмелится взять в руки хоть и мини, но дракона.